Меня зовут Макс. Мой мир это кровь. И огонь. Опасно впадать в депрессию, такие состояния. Многие впадают и десятилетиями так живут и всё. Стрикл спёкся, мог бы кучу музыки делать. Он спёкся уже лет 15, как и всё. Просто соскушился. А жаль. А, Ферзь Е2 сыгранная. Этого хода я не ожидал, а он тогда... Блин, что же делать-то? Берём так. Мне понравилось слово Скуф, я его теперь везде использую. По поводу и без повода. Например, этот Ферзь Скуф. Е6 поле Д5 прикроем. Конь на Е5 вроде стоит довольно-таки прилично. Не, ну прикольное слово Скуф. Чёрт возьми, кстати. И этот ход неприятный. Пока я тут шутил, хрень какую-то нёс. Мне уже поставили проблемы серьёзные причём. Как будто даже неразрешимые. Просто грозит ФЕ. Я не знаю, как защищаться. Ферзь Е7 играть, что ли, ФЕ слон Е6. Не, ну это дурка тоже. Тяжёлая позиция, очень тяжёлая. Ладно, так попробуем хотя бы развитие закончить, 3-0 уйти может быть. Блин, как бы самому сейчас не соскупится. Мне кажется, я уже в одном шаге от этого. Иметь в виду в этой парке. Так-то вроде как-нибудь всё столь печально. Лан 3-0 сделаем, убежим. Освоясь. Тут G3, честно. Блин, G3 вообще неприятно. Кроль B8, слон H3, Ферзь на Е8. Как-то вот так просто по краю пропасти я танцую, танго со смертью какой-то. А там на Ф6? Не, ну позиция объективно безнадёжная уже. Да, как-то я неудачно её разыграл. Но я просто прямух неудачный сделал. Неудачный прямух был. Надо так играть и ФЕ8. Да, он может пешку на Ф6 съесть, но что поделать. Я Ферзя 4 куда-то выскочу. Может хоть какая-то контр-а будет. Да, пешка пьёт с ней. Пускай забирает. Там может даже для слона дороги откроются. Это ещё хорошо будет. Конь на Е5, кстати, неплохой. В целом, если мне слона этого пристроить куда-нибудь. Представляю, что он на С5 телепортировался. Но позиция вообще боевая, абсолютно боевая. Но слон на Ф8 ужасный. Координации у фигур нет. На Ф6 если съест, мне повезёт, честно скажу. Это в мою пользу будет. Там какие-то диагонали вот эти скрываются. Плюс через Е7 он где-то может на Ж5 выйти. С кайтом. Отлично выбежали. Ферзём сюда. Следующий мы ход слон на Ж7. Как-то будем шалить. Сейчас конь на Д5 идёт. Конь С4. Окей, всё равно здесь где-то конь С4 есть ход. Можно, кстати, даже съесть. Вот эту позицию катать. Допустим, он на Д6 берёт. Подожди, если он на Д6 берёт. Окей, сюда. Не уверен в правильности этого решения. Решил, что конь вроде неплохой. Здесь, наверное... Да, зря я так сыграл. Сейчас так думаю. Пешка на Д6 слабая. На 6 тоже. Слишком много слабостей у нас. Ладно, конян, видимо. Много как-то активизировать, что ли. Не знаю, что делать. Пока защитим пешку. Как-то здесь будем выживать. Ладно, сюда задвинем. Шарт дадим. Здесь сидим. Рискнём. Вернёмся на базу. Значит, там стрёмно как-то жить становится. Шарт дали, сели здесь. Твою мать! Чёрт! У нас было так испоганить позицию. Чёрт, 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 чёрт. Чёрт, чёрт. Это уже близко к нищейной. Чисто расчётно то, что я его по времени обыграю. Чёрт. ПОНЕЦАЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы хотите лучше научиться играть в шахматы, то приглашаю вас на обучающую программу «Школа победителей», где за один год вы сможете добиться первого разряда. Посмотрите подробности о курсе. Реально лучшая программа на текущий момент. Структурно подается информация от начинающего до уровня первого разряда. Кроме этого, вы получаете доступ к закрытому клубу и много других привилегий. Переходите по ссылке в описании и залетайте в лучшую обучающую программу. Давайте еще одного гробика в пиндюре. По крайней мере, из 2 400 не выпали, уже хорошо. Были занятия с Фарухом, было. Пару занятий у нас пока. Но надо еще самостоятельно работать. Волшебной таблетки здесь не бывает. Представьте, что вы можете там с Криштианом Роналду позаниматься. Там одно занятие в неделю. Ну, реально, если быть честным, ну что это даст? Слон в 3 нельзя сыграть, кстати, вот так нагло защитить. И d4 потом кондюрить. Сюда. Фаруха за Криштиану. Фаруха Роналду. d4 нету, и конь b4 затем на е, допустим. Конь b4 или e4 я получу какой-то здесь удар под дых. Неожиданно совершенно. Да, есть такой мотивчик. Поэтому d3 сыграем. Конь b5, там конь a6. Пока большого резона нет. Сейчас c6 сыграет. Видимо, мне придется играть e4, чтобы просто ослабить его. Поле d5 взять под контроль. Плюс где-то ферзью дорогу открываем сюда. Поле e2 для коня. Ну, то есть есть плюсы определенные. Определенные плюсики в этом есть, безусловно. Пешку мне, конечно, не выиграть. Где-то могу h6 сыграть, кстати. Чтобы он gh взял. Вопрос, надо ли мне оно же. Он линию же вскроет и все. Какой рейтинг у Фаруха? Ну, посмотри, какой рейтинг у Криштиану Роналду. И такой же рейтинг у Фаруха. Я рассказал четко все, по-моему. Ладно, здесь возьму. Я не знаю, что это он затеял. А, даже так он хочет. Ну, окей, ферзь e2 здесь защитим. Сюда напали. Могу съесть и ферзь g3 перевести потом. Если он, допустим, cd сыграет. Ферзь e5 крутит d8. Сделал я e8, ферзь g3. Ну, это как один из вариантов. На e5 хочется съесть, конечно. И ферзя на g3 перевести. Коня на e2 потом. Может быть, и конь d5 могу сыграть. На cd конь d5. Взяли-взяли. Чтобы пешка была на прицеле. Но он ее защитит. Так, пошел на меня во все тяжкие. Он наездом просто таким. Просто прямым накатом. Конь e4, если сыграть. Нет ли такого варианта у нас? Напал сюда. Потом могу сыграть h3, допустим, на коня напасть. Дело в том, что у меня ладято защищена. Конь будет висеть. На e2 я тоже защитил. Там есть идея слон g5 просто выиграть ферзя. Допустим, если конь не вернется на f6, слон g5 выиграл ферзя. Конь h6, но это конь в дурке оказался. Там же, где деньг лежения может оказаться в ближайшее время. На слоне 7d6 я, может, рванул. Чтобы слона на d8 загнать. Выглядит перспективно. Окей, он сюда играет. Слон g5 пока хода нету, да? Ну, пока нету, а после h3-то будет. Там просто слон g5, слон бета в 2. Кстати, тоже может быть был ход. Я не знаю, почему слон g5 нету. Сейчас слон g5 пиндюрим. На коне f6, слон g5. А он сюда играет. Окей, если съел, то что? Или здесь у меня уже сменить пластинку. Слон g5 нельзя здесь играть. Слон бета в 2. Король d1. Конь e3. Король c1. Так, я не могу понять, могу ли я сыграть слон g5? Могу просто съесть коня, конечно, и не париться. Могу слон g5 сыграть, да, вроде? Я не знаю, почему так не сыграть. На ферзь h5 hg будет уже. Там ладья провиснет на h8. А слон в 2 именно король f1, потому что... Ой, это король d1. Если король f1, то... А в коне e3 какой-то шаг есть еще. Ну, кстати, тоже выиграно будет. Не, ну съел, ладно. Конь висит. Окей, съели здесь. Съели здесь. Съели здесь. Окей, 3-0 сыграем. Окей, шаг дадим. Шаг дадим. Окей, конем сюда выпрыгнем. Надо же успевать ходы сделать на последних секундах. Но это мат. В кайф! В кайф, господа. Жестко задвинул. Так, ну что? Было обещано, было анонсировано. Дрэн дрын дрын. Дрэн дрын дрын дры... Дрэн, дрэн, дрэн! ТАААААААААААААААА!!!